Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем с вами фикс-прайсовый влог. Покажу вам сейчас свои покупочки. Большей частью это декор для кухни. Итак, поехали. Лекция очень красивая. Она в стилистике деревянных вещей, таких, да, эко-типы продукты. И сейчас это очень модно. Сейчас так декорируют не только кухня, вообще такая вот расцветка. Она очень актуальна в современных интерьерах. Но хочу, знаете, что сказать сразу, девчонки? Дорого. В фикс-прайсе все стало дорого. Мне кажется, аналогичные вещи, я вот давно не была в фиксе, и, наверное, долго не пойду. Аналогичные вещи можно купить и на маркетплейсе гораздо дешевле. Вот такая корзина. Надо смотреть, проверять, потому что бывает с браком. На дне вот тут прям очень плохо сделаны. Некоторые корзины были, видите, местами торчат. Я вот выбрала такую самую более-менее подходящую. Расцветка вкладки вот этой текстильной была вот в таком светлом цвете и в бежевом цвете. Вот этикеточка. Это у нас, по-моему, все китчен, если я не ошибаюсь. И вот коллекция, как выглядит. Квадратных корзин я у нас вот таких не видела. Банок вот таких тоже не видела. И разделочных досок не было. Подносы одни сервировочные. Я взяла менажницы, мне не нужна. Вот так представлена. Да, это китчен у нас с вами. Это вся коллекция китчен. Я коротенький ролик из нашего фикса снимала. Причем, блин, всю коллекцию спрятали в самый низ, еле ее нашла. Вот так она выглядит. Что я хочу сюда положить? У меня вот тут всякие вкусняшки, они лежат в тарелке. В тарелке Фаберлист. Я хочу сюда переложить конфеточки, всякие печенья, да. Потом, когда надо, можно вот эту вот текстильную штуку вытащить. Здесь, кстати, резинка. Здесь резиночка такая не сильно. Туда вытащите, постирать, что очень удобно. Сейчас переложу, покажу, как смотрится на столе. Вот так это смотрится. Очень красиво. Мне нравится. Кстати, конфетки вот тоже сейчас выложила из фикса. Кокосовые. Вот такие. Чек взяла. Все по ценам вам покажу потом. Такое вот красивое, хотела сказать, блюдо, но не блюдо. Но красиво, красиво, аккуратненько, здорово. И она вместительная. Тут много прям влезает. По сравнению с Фаберликовской тарелкой, да, она гораздо больше. И дальше, что у нас тут еще интересненького. Взяла вот такой вот поднос. Именно в такой расцветке вот именно подносов было очень много. И тоже нужно смотреть. Не все выполнены аккуратно. Были интересные подносы с бортиками белые. И внутри как раз вот ментоловая расцветка под стать моей кухней. Я сначала такой взяла, но потом нашла вот эти. Мне вот этот больше понравился. Зачем он мне нужен? Я не знаю. Сейчас посмотрим, куда его применить, куда придумать и покажу. В общем, вот так вот выполнен под дерево. И вот такие металлические черные ручки. Вот. Тут нарисован светлый. Сверх я не видела под светлое дерево. Еще полки, да, полки я тоже не видела. Фикси, наверное, нет. Я не видела ни часов таких, ни вуаз у нас. А зеркало было. С этой стороны он выглядит вот так ДСП. Да, обычно. Такой красивенький подносик. Сейчас придумаем, куда его приспособить. Как бы пока одна идея. Потом я еще подумаю. Под сахар и кофе еще с Валберес мне идет чайный домик. В похожей стилистике. Тоже сюда его можно поставить. Вот так это все на подносике стоит. Ну, пока вот так, девчонки. Если у вас есть какие-то идеи, куда использовать этот поднос, расскажите. А так он, конечно, красивый. Под дерево прям смотрится здорово. Поехали дальше. Еще купили вот такую вот игруху от Ксюшки. Остались несколько деталей из подобной игрушки. Кристине очень нравится разлеплять и слеплять. Я ей показала, как резать ножом, и она режет. Ну, это овощи всякие, фрукты. Вот там был еще набор пончики, которые можно разрезать ножом. Они на липучки. Она уже вчера раздербанила ее. И вот они детали, собственно говоря, сами уже все попачкала. Вот такая вот доска маленькая с наклейкой. Чеснок. Бух, ничего себе, куда улетел. Вот они на липучках. Она любит в это играть. Баклажанчик тут на горе. Ну, это самый такой интересный был набор. Я его взяла пончики, как-то не очень интересно. Горох. И что-то тут было еще. Ножик. Какой-то еще был фрук. Давайте представить. Конфетки вот такие, что мы взяли. Ореховые, кстати, нормальные. Сейчас мы их тоже в корзину выложим. Ксюшка взяла вот такой вот шарик. Не знаю. А, игрушка внутри. Услушайте. Будет все ванную с ним принимать. Ну, тут игрушки, конечно, такие страшные. Так. Взяли вот такой массажер для головы. Мы с Ксюхой любим друг другу делать массаж. У нас такой был. Мы его при переезде куда-то потеряли. Это вообще вещь классная. Расслабляет. Особенно, когда кто-то другой типе делает. Когда сам себе нет. Массаж головы вообще здорово. Для волос полезен. Луковицы волосяные, да. Чтобы у нас просыпались и так далее. Поэтому я такое очень люблю. Вот так он выглядит. Распакуем. Так, дальше что салфетки. Салфетки первый раз такие беру. Они у нас уже грязные. Потому что мы пока вчера с Фиксы ехали, заехали на шашлык. Первый раз беру. Здесь 180 целых штук. Не знаю, сколько стоит. Сейчас посмотрю. Салфетки, кстати, обычные. Вот прям так себе. Они пропитаны хорошо. В этом плане все хорошо. Но само качество исполнения тоненькие. Хотя вроде вот размер нормальный, да. И все тонковатое, конечно. Но ничего. Ничего. Пойдет за такую цену. Я надеюсь, за такую цену. Потому что я не помню, сколько он стоил. Так вот еще из набора перчик. Все с детства. Так, и что у нас с вами? Все, по-моему. Да. Еще вот такие конфетки дети очень любят. В виде зверушка внутри. Белый шарик тоже сейчас сюда выложу. И взяла, девчонки, очень много от вот этого бренда. Не знаю, как он правильно читается. Карима. Закос под Японию. Может, это правда? Корея, США, Франция, Россия, Япония. Китай. Интересно так написано. Очень много патчей я взяла именно мезо. Мезо патчи. Там прям видов 6-7 точно было. Будем с вами пробовать. И они 199 рублей. Я помню. 60 штук здесь, как обычно. Мейдинг кто вот? Мейдинг кто? Надо русский найти язык. В общем, коллагеновый, гидрогелевый, мезо патчи. Вот такие я выбрала. Там антивозрастные были всякие-всякие-всякие разные. Смотрите, на шею даже можно клеить. Я не могу найти язык, где они сделаны. Здесь у нас только Казахстан. Мейдинг кто? Девчонки. Изготовитель. Изготовитель. Китай. Китайский патчи. Ну и ладно, за 199 рублей нормально. Я своя любимая визет за такую цену где-то на Вайлберрисе беру. Будем пробовать. А, конфет. Гора. Они, кстати, как выглядят внутри, да, есть лопаточка, все как полагается. Сейчас откроем, посмотрим, какие красивые еще и с блестками. Ну, вроде, с вертка вот течет, должны пропитаны быть хорошо. Красивые. А тут еще сверху пленочка, слушайте, тут еще пленочка сверху. Надо ее как-то отделить. Видите, она за раз так и не отделяется вместе с патчами только. Вот. Да, сыворотки прилично, хорошо, так много. Такие красивые. О. Будем пробовать. Вот чек. У нас там еще были разные товары, но мы уже все поразобрали. Смотрите, поднос 199 рублей, корзина вот 299. Мне кажется, такую корзину можно на Marketplace дешевле купить. Патч 199. Так, что тут еще? Массажер для головы 99. Набор маленький, наверное, вот этот 170 стоит. Ну, в общем, мне кажется, тоже на Valberts, на зону можно такой дешевле купить. Вот так. Ну, и на этом небольшой такой фикс-прайс-вый блог буду заканчивать. Пишите, что брали из этой коррекции вы, что есть в вашем фикс-прайсе. Я обязательно жду отзывы, куда вот этот поднос актуальнее применить. Мне очень интересно прям. Ну, скорее всего, наверное, пока так и будет стоять. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok